приветствую вас дамы и господа с вами варчик в этом видео поговорим с вами про новые контейнеры которые вышли вместе с режимом на марс для начала поговорим про косяки и баги куда же без них во первых оказывается контейнеры которые мы покупаем за серебро по одному там вообще-то должна была быть возможность выбирать количество контейнеров сколько вы хотите за один раз купить но этой возможности нету это какие-то глюки баги косяки разработчики про эту проблему знают но в принципе все все обо всем знают сидим дальше покупаем в одной коробке исправят это или когда исправят непонятно также снова нету счетчика который показывает сколько и чего мы выбили из всех коробок которые открыли на новый год разработчики говорили что они там не успели в этот раз я даже не спрашивал уже честно говоря очевидно что видимо опять не успели но и уже и не особо то верится что когда нибудь успеют хотя раньше этот счетчик работал не видимо не успевают сделать сделанный счетчик видимо они настолько перекопали эти контейнеры что счетчик видимо нужно делать заново хотя не каждый раз контейнеры делают абсолютно по-новому ощущение что мы никогда не увидим счетчик который показывает все ресурсы и все что нам выпало из контейнеров но надежды не умирают когда-нибудь может быть ждем также иногда из некоторых контейнеров выпадает лут и вместо того чтобы показать что в нем там какие-то пустые картинки непонятные бывают разработчики знают про этот косяк они его исправят это еще не все также разработчики выпустили новость о том что стартовало события на марс некоторые игроки могли столкнуться с проблемой некорректного отображения счетчика до гарантированного танка а также оставшегося числа контейнеров редкая руда для исправления этой ошибки этой ситуации разработчикам пришлось исключить облики членов экипажа из списка возможных наград этих контейнеров у меня таких косяков вроде как не было облики этих космонавтов я получал нужно также еще не забывать о том что это просто облики это не члены экипажа это уже на готового члена экипажа ты можешь это не на всех надеть эту картинку чтобы он выглядел по-другому и все это всего лишь кастомизация членов экипажа так вот разработчики убирают это и в ближайшее время вернуться к нам с информацией о том что будет дальше а также как будет компенсировать причиненные неудобства игрокам которые столкнулись с этой проблемой я видимо не столкнулся и раз они убрали их я их видимо больше не получу что ли хотя там несколько в кажется получил они имеют честно говоря не особо нужны там есть какие-то старые стиле этих космонавтиков и теперь какие-то то ли новые то ли они те же самые честно говоря непонятно теперь выскажу свое мнение стоит ли покупать контейнеры что в них хорошо что плохо для начала расскажу что я открыл 210 контейнеров и мне выпал танк гарантированный то есть за 210 красненьких коробочек мне выпало 41 или 42 синие коробки я заметил многие не стали запоминать как называются эти коробки просто 1 красная 1 синяя красная марсианская порода синяя редкая руда так вот из красненьких коробок 210 штук мне выпало 42 или 41 синяя редкая руда шанс выпадения редкой руды синего контейнера из красного 15 процентов то есть мне должно было из 210 коробок выпасть 31 с половиной коробка синяя а выпало примерно 41 на 10 больше но видимо повезло причем солидно так повезло поскольку по моим расчетам и по расчетам многих других примерно на один гарант нужно 260 там примерно коробок купить что получить один гарант у меня это получилось чуть быстрее и даже чуть раньше чем гарант выпал танк грубо говоря короче повезло и что же мне выпало из этих контейнеров сейчас мы потихоньку дойдем до того момента где и будет понятно стоит ли брать или нет примерно мне выпало 10000 золота даже там где-то 10 500 то есть половину потраченных денег отбивает золото 10 миллионов серебра из 210 контейнеров я получил 70 тысяч свободки 36 дней прямо также 100 демонтажных наборов оборудования снимать но и там всякие остальные свистоперделки по типу там этих обликов экипажа декальки 2d стиле что там еще инструкции были сколько-то там выпало еще экспериментального оборудования это все я не могу подсчитать там она я даже не помню сколько этого было вот эти ресурсы они как бы их можно подсчитать поскольку в начале стрима их было столько-то в конце стрима и стало больше поэтому я это могу хотя бы подсчитать было бы конечно удобнее если был бы счетчик который показывал бы все что выпало но разработчики видимо очередной раз не успели в принципе чего успевать контейнеры все равно покупают и без этого в принципе еще и выпал танк тл-7 который вы видите на экране танк абсолютно ужасный играть конечно на нем можно фармить серебро тоже но это скорее танк для каких-то статистов задротов играть на нем очень сложно на высокий результат очень тяжело его реализовать в принципе это танчик в основном это ображает всю суть прям танков которые есть в контейнерах они примерно все такие все сложные все душные все для статистов прям каких-то танчиков начали на расслабоне для всех чтоб с кайфом поиграть еще и серебро фармили таких танков практически там нет да и редких танков немного тл-7 можно было один раз кажется получить и он вот такой вот очень сложный чехтейн прото британский тяж 9 уровня тоже далеко не самый лучший прям танк 9 уровня особенно после а пвз-114 да на нем конечно играть можно но он душноватый тоже сложноватый такое а стран рекс примерно такой же очень сложный не про фарм малюсенькое пробитие на в основном он никому не интересен из контейнеров в основном все хотят двустволку получить двустволка да на ней играть попроще но и местный минус там увн и плохие а так стабилизация хорошие пробитие альфа все классно броня неплохая и ездит неплохо все в танке хорошо единственно что увы на ужасное также там есть еще вайпер который я всегда неправильно называю но мне все равно его можно было миллион раз получить он тоже очень сложноватый душноватый только в редких тепличных условиях он приятно играется также при определенном калибре враги могут в крыше его каждым выстрелом по правил трех калибров пробивать допустим из 6 казалось бы не сильно грозный противник но он черкача может крышу вайперу пробивать каждым выстрелом просто бы бэшкой по кайфу но если вы ближнем бою выше врага стоите вы можете бесплатных расстреливать плюс пушка кривая танчик специфический по сути все танки такие душноватенькие бизон tc-45 миллион раз можно было всем купить уже давным-давно а мбт тоже очень душный сложный танк для статистов в основном ну и наверное один из самых лучших танков из этих коробок это тай-5 кори который немножко подпортили кто-то считает что наоборот сделали лучше что он стал точнее кто-то наоборот жалуется шутер назад не едет ну и двустволка объект 703 вариант 2 вот наверное два танчика которые люди плюс-минус хотят получить остальные танки в основном не интересны людям да и в целом эти танки все старье ничего прям реально нового нет но орудный барон это просто копия чифтейн про то зачем его получать я не знаю это надо спрашивать у тех кто золотую вафлю выбивали за тысячи коробок повезло выпал окей не выпал я считаю что ну и особо ничего не теряешь и так что мы в итоге получаем что в принципе коробки окупаются но так впритык прям с излишком они ничего не дают поэтому покупать за золото или за деньги эти контейнеры решение такое 50 на 50 только если у вас куча золота после нового года вам некуда его девать хотя я думаю что еще активности будет много куда можно его воткнуть допустим там какие-нибудь конструкторское бюро или аукционы которых должно быть много а танчики которые сейчас в контейнерах они не прям уж какие-то супер интересные супер редкие новыми их вообще нельзя назвать они не новые поэтому танчики как будто бы больше для галочки вот у меня одного танка не было я его получил немножко поиграл мастера получил к танчику чуть-чуть привык примерно понял как на нем играть но в целом играть на нем особо-то не охота он сильно душноватый его сложно реализовать и постоянно нужно потеть на максимум хотя лучше сесть на wz 114 играть на чили на расслабоне с кайфом с хорошим результатом танчик только после апа и он тоже не прям уж там сверх супер мега импа но он хотя бы явно заметно выше среднего прям хороший добротный классный танк а это прям такое поддушенный танчик поэтому на мой взгляд танчики не особо интересны в контейнерах прям ради них стараться открывать кучу коробок ну я бы лично не особо старался а вот самый главный прикол этих контейнеров это то что их можно во первых получить в этом великолепном режиме на марс который на мой взгляд можно было бы сделать намного веселее и бодрее чем он есть в нынешнем виде сейчас это какие-то пивные мужички пузиком там толкаются вокруг кружочка желтого это конечно ну такое да там есть какие-то зачатки веселья но они не докручены и это больше похоже реально на зачатки они прямо на что-то добротное режим вроде как готов но скиллы можно было бы сделать куда более бодрыми и веселыми интересными но это лично мое мнение не особо веселый или интересный режим надоедает очень быстро а вначале вообще непонятно как в нем веселиться и потом очень быстро ты понимаешь что просто едешь в кружочек в кучу с мужичками пузом толкаться все ну такое себе а вот эти вот задания которые для всех одно и то же выдают с одного и того же скилла победить врагов столкнуть его ямку это вообще какая-то дичь все едут за ними тем же скиллом чтобы друг друга пострелять гениально короче такое себе но можно в этом режиме получить 40 контейнеров если вы его выдержите либо он вас как-то внезапно веселит также еще можно купить за 14 дней 140 контейнеров за серебро 10000 один контейнер 100000 серебра за 14 дней можно потратить 14 миллионов серебра и купить 140 контейнеров я считаю что нужно это сделать если у вас много серебра и чем больше вас серебра тем больше вероятность того что нужно это сделать каждый день покупать контейнеры за серебро даже если у вас все танки есть даже наверное тем более если все танки есть поскольку если вам что-то оттуда солидная выпадет вы будете в огромном плюсе а это серебро которое у вас на аккаунте допустим его очень много она там лежит этот склад серебра она не так ценно как если вам выпадет танк который у вас уже есть вам будет компенсация хоть и половина в золоте золото я думаю будет поважнее также там может выпасть еще 500 тысяч свободки я считаю что это вообще самая жирная награда и это даже интереснее чем сами танки лично для меня я бы хотел получить 500к свободки для следующих каких-нибудь веток прокачки или для конструкторского бюро или еще для какой-нибудь чепухи да и бывает иногда аукционы где тоже свободкой можно что-то купить но и в принципе по остальным ресурсам там очень много демонтажных наборов дают которые лично мне очень сильно нужны я часто играю на разных танках на стримах поэтому оборудование туда-сюда переставляю часто мне она очень надо я думаю что потратить 14 миллионов серебра если у вас там 100 миллионов или 200 или еще больше нужно нужно потратить поскольку там очень прикольные вещи могут выпасть но это лично мое мнение я буду покупать за серебро поскольку у меня там под 100 миллионов серебра она просто есть и есть посмотрим выпадет ли что-то интересное обязательно напишите свое мнение про контейнеры в комментариях что вы про них думаете я считаю что эти контейнеры получше чем пук воина сам был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока